Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Да, все верно. Пришло время особого мнения на часах 13.07. Я приветствую вас. Меня зовут Владимир Сметанин. Напротив меня Константин Кропанев, исполнительный директор «Ажево финанс». Константин, добрый день. Добрый день. Собственно, ваше особое мнение мы сегодня услышим. Вопросы могу задавать, напомню, не только я, но и вы, наши слушатели. На сайте kirov.ru есть специальная форма для того, чтобы вы могли оставить свой вопрос. Я поглядываю туда, если будут, будет что-то приходить, я обязательно озвучу. И там же на сайте есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. Надо сказать, что до начала программы мы с Константином уже говорим о школе, о вузе, об учебе. Ну, все понятно. Накануне День знаний, 1 сентября. Если время в конце останется, мы еще об этом успеем поговорить. Константин все-таки родитель, я родитель тоже. Интересно, да. Ну, начнем мы с дел финансовых, с дел банковских. Константин, специалист в этой сфере. И несколько вопросов у меня есть. Во-первых, меня интересует ситуация с открытием брокер. Вызвало это определенное волнение у клиентов, в том числе данной организации. Вот буквально накануне появилась информация о том, что открытие брокер перешло под контроль финансовой корпорации. Открытие, и это уже стопроцентная подведомственность Банк России. Да, все верно? Да, все верно. Поясните, с чем было связано. Я сейчас попробую все это пояснить. По идее, на этой неделе совершилась очень, так скажем, крупная сделка. В Кирове Банк Открытия, к сожалению, не так широко известен. Но по большому счету, Банк Открытия еще пару месяцев назад считался крупнейшей частной финансовой компанией в России. То есть по количеству активов он там стоял на шестом месте. И, условно говоря... Среди всех банков. Среди всех банков. То есть он находился на шестом месте. И такой рост у него произошел, феноменальный рост буквально за короткий срок, за три года. За счет того, что Банк Открытия, который входил в финансовую группу открытия, проводил довольно агрессивную политику. То есть он покупал один банк, он купил Петркоммерц, Номосбанк, Ханты-Мансийский банк, взял по ценацию Банк ТРАСС. За счет этого активы довольно сильно росли. То есть, помимо этого, он приобрел несколько крупных непенсионных фондов. И совсем недавно, в конце прошлого года, финансовая группа заявила, что они берут под свой контроль в том числе и Росгострах. То есть крупнейшую практически в России компанию страховую. Три года, вы сказали, это совпадает с периодом последнего кризиса, этих санкций, в которых мы живем. С этим тоже как-то связано? Начало той самой агрессивной политики, о которой вы сказали, по скупке активов. Получилось так, что у них были деньги, были возможности. Были возможности и было желание укрепняться. И, соответственно, они ввели довольно агрессивную политику. Но, опять же, проблема возникала в том, что в основном это происходило на какие-то заемные средства. То есть это происходило на заемные средства. Опять же, вы провели желание купить Росгострах, компанию Росгострах. А на сегодняшний момент, по ряду объективных причин, компания Росгострах является убыточной компанией. Мы об этом, кстати, еще поговорим. Да, является компанией убыточной. Соответственно, кредитное бюро пересмотрело рейтинг банку открытия, что повлекло довольно значительный отток денежных средств из банка открытия. То есть этот отток измерялся сотнями миллиардов рублей. То есть банк, конечно, сам и с помощью ЦБ с этим оттоком справился. Но он наступил на какой-то момент, что все же, насколько я понимаю, представители холдинга открытия пришли в банк и передали банк открытия. Это созданный недавно фонд Центрального банка, нацеленный на укропнение в банковской системе. То есть, условно говоря, получилось так, что они передали, помимо самого банка открытия, они передали открытие брокер, передали три крупнейших негосударственных пенсионных фонда. Это Лукойл Гарант, Росгострах фонд и фонд электроэнергетики. Клиентами этих фондов являются порядка восьми миллионов клиентов. Также они передали туда Росгострах в банк, банк Траст, в том числе компанию открытия брокер и, соответственно, саму компанию Росгострах. То есть, соответственно, получается, что буквально с позавчерашнего дня и банк открытия стал государственной структурой и Росгострах А обратно стала государственная структура, и открытие брокера тоже стало государственным брокером, так условно говоря. Это дается все гарантии, что новая структура будет жить благополучно, успешно, вкладчики и прочие клиенты, они могут не волноваться. Да, проблем в этом нет. Как дальше будет ситуация, ставит ли центральный банк себе этот актив, либо как-то по-другому им распорядиться. Сейчас говорить об этом как бы сложно, но по крайней мере весь негатив, который в последние, так скажем, 2-3 недели активно муссировался в прессе, он уже по большому счету ушел. И, соответственно, уже центральный банк совместно с собственными открытиями может выстраивать какой-то некий такой, под контролем, условно говоря, опять же, ЦБ, под непосредственным, какой-то такой серьезный прозрачный холдинг, где будут сосредоточены, помимо банковского бизнеса, брокерский бизнес, страховой бизнес и пенсионный бизнес. А в связи с этими двумя неделями неопределенности клиенты как-то начали уходить или что наблюдалось? Ну, в Кирове, по крайней мере, мы... И сколько в Кировской области численность? Нет, по Кирову мы оттока как бы большого не видели, то есть не ожидали, но, условно говоря, я слышал, что в каких-то, особенно на Дальнем Востоке, в Сибири, где так исторически сложилось, что большинство работников обслуживалось раньше хантематийским банком, который впоследствии стал банком открытием, то есть, ну, там было близко к панике, то есть, потому что, ну, было близко к панике, потому что, если мы каждый день открывали новостную ленту, там обязательно была какая-то статья и обязательно с негативным наклоном, ну, про банк. А в чем специфика, кстати, открытия заключается? Почему именно этой финансовой организации доверяют люди? Чем она привлекает? Ну, во-первых, это частная корпорация, и, во-вторых, она очень технологична, то есть, они же смогли создать очень такие серьезные технологичные сервисы, они, опять же, к сожалению, в Кировской области не так известны, но так самый практически известный банк, ну, сервис-банк для предпринимателей, точка, это как бы это банк, то есть, это структура открытия, которая тоже перешла к ЦБ, и это же, допустим, одно из лучших решений в виде пластиковых карт, так называемый Рокетбанк, это тоже как бы, это тоже структура открытия, то есть, это, к сожалению, в Кирове это не так на данный момент представлено, но у меня вот цен пользоваться картой Рокетбанк очень доволен. Если вы присоединились к нам только что, я напомню, что это особое мнение программы, и сегодня гость студии Константин Кропанев, исполнительный директор Ажио Финанс, эксперт в вопросах банков, рынка, инвестиций и так далее, вы можете, напомню, свой вопрос задать гостю особого мнения через специальную форму на сайте echokirova.ru, сейчас у нас небольшой перерыв, и мы еще пройдемся по нескольким темам, связанных с банковской деятельностью. Особое мнение на 101FM И сегодня это особое мнение Константина Кропанева, исполнительного директора компании Ажио Финанс. Мы продолжаем банковскую тему, хочу затронуть тему ключевой ставки, снижения, вернее, ключевой ставки. Сейчас этот показатель на уровне 9% в мае и дважды в июне этого года ключевая ставка понижалась Центробанком. И в продолжении темы банки сообщают сейчас о росте числа выданных кредитов, в том числе ипотечных кредитов. Насколько сейчас стабильна эта ситуация, Константин, на ваш взгляд? Я тоже посмотрел... И в перспективе, насколько можно доверять. Если остановиться на... поговорить про кредиты, я тоже посмотрел статистику. Да, действительно, я увидел некое, так скажем, оживление именно по потребительским кредитам. Напрямую связано со снижением ключевой ставки? В том числе, но прямой зависимости нет. То есть определенная зависимость есть, но не стопроцентно. Но опять же, то есть рост, он как бы был бы условлен с уже низкой, так скажем, базой. И по большому счету у нас количество заявок по потребительским кредитам, оно сейчас у нас находится на уровне 2013 года. То есть, в принципе, в 2013 году люди брали кредиты активнее. Если опять же говорить про ипотеку, то в марте, в феврале, в марте был действительно некий как бы всплеск интересы к ипотеке, но последние месяцы я вижу снижение интереса к ипотечным кредитам. Но опять же, я думаю, что в ипотеке есть довольно-таки большое будущее, потому что есть все предпосылки для того, что Центральный банк в дальнейшем будет снижать свою ключевую ставку. Я думаю, что будет какое-то некое снижение. В этом году, в следующем году, может быть, не такое существенное, но в этом году, словно говоря, на полпроцента, условно говоря, в следующем году на процент-полтора. И я, если честно, совсем не удивлюсь, если, допустим, к 2020 году ставкой по ипотеке в России будет на уровне 5%. У нас же премьер Медведев об этом неоднократно заявлял и продолжает заявлять в последнее время. Это, можно сказать, не совсем даже заслуга, ну, в том числе, это заслуга и правительства, но это некий такой глобальный тренд. То есть ставки на рынках падают, и мы, как наша страна, тоже все равно идем в рамках глобального тренда. И я думаю, что если никаких катаклизмов мы не увидим в течение буквально, словно говоря, двух-трех лет, то какие это могут быть? Форс-мажоры? Форс-мажоры могут быть какие угодно, тем более у нас, сами понимаете, выборы скоро, то есть там какие-то, скажем... Я не понимаю, как могут выборы так уж особо влиять на размер ставок кредитных? Ну, так либо иначе. Я имею в первую очередь про выборы президента. Ну, понимаю, марта следующего года. Про выборы президента и про ту политику, которая будет осуществляться после выборов президента. То есть насколько она будет стабильной, насколько она будет нацелена именно на развитие бизнеса, и насколько она позволит финансовым институтам снижать ключевые ставки. Ну и, соответственно, опять же, такой важный фактор – это цена на нефть. Пока цена на нефть стабилизировалась. И, опять же, допустим, если затронуться даже вопрос по доллару, то, к примеру, если правительство видит курс доллара в следующем году на уровне 65-69 рублей за доллар, то опять же… Это уже официальные планы? Ну, это как бы, да, официальные планы, как бы. Прогнозы, вернее. Ну, условно говоря, да, некие прогнозы. То получается, что финансовый рынок считает, что доллар будет стоить дешевле. То есть, условно говоря, фьючерсы на доллар на лето следующего года торгуются на уровне 62 рублей. То есть пока вроде бы все так внешне стабильно. Хочется сейчас обратиться к данным Кировстата. Кировстата – это наш региональный орган Росстата. В очередном докладе от Кировстата говорится о том, что жители нашего региона стали меньше в последнее время покупать валюту и недвижимость. А вот рублевые накопления жителей области в банках выросли в два раза. Приведена в отчете сумма более 4 миллиардов рублей. Накануне вы в телефонном разговоре сказали мне, что какая-то подозрительная цифра. Тут не совсем понятен. Во-первых, я не очень люблю пользоваться данными Кировстата, хотя, к сожалению, у нас другой статистики нет. И совсем непонятно, в каком контексте они эту цифру используют. Если говорить, общая сумма депозитов кировчан, размещенная в кировских банках, она на сегодняшний день составляет порядка 110 миллиардов рублей. Это чьи данные? Это данные ЦБ. Центробанка. Центробанка. То есть она составляет порядка 110 миллиардов рублей. И, соответственно, про ту сумму 4 миллиарда, это, скорее всего, какой-то некий прирост. А может быть разница с тем, что было и с тем, что стало. Да, это просто какой-то некий прирост за последние, условно говоря, полгода. Опять же, непонятно, этот прирост сформировался либо за счет того, что были просто начислены проценты на действующие депозиты, либо там действительно кто-то как бы довнес еще каких-то денег. Но, скорее всего, кто-то забирает, кто-то доносит. Это я как бы не вижу или не ощущаю каких-то серьезных движений на рынке депозитов. Может быть, глупый вопрос задам, но все-таки сейчас бесполезно играть и зарабатывать на разнице курсов валют в настоящее время? Ну, отвечайте как придется. Я не знаю так. То есть с тем же успехом вы могли мне задать вопрос, стоит ли сейчас инвестировать в биткоины. А, кстати, да, тоже интересная тема. Мало что понятно пока в ней. Но, кстати, накануне новости были о том, что один из отечественных крупнейших производителей уже начинает машины продавать за эти виртуальные деньги. То же самое. Если мы говорим про какие-то краткорсовечные спекуляции, то все зависит от вас. То есть если вы удачлив, если вы можете контролировать свои эмоции, если вы ответственно относитесь к этой, так скажем, к работе, то вполне реально. Но, к сожалению, люди в большинстве своем психологически слабые, и они не могут удовлетворять всем этим трем показателям. И поэтому в большинстве своем они теряют деньги при короткорсрочных спекулятивных операциях. А вот это увеличение, да, по данным Кировстата, накоплений, рублевых накоплений в банках, жители области, это о чем говорить? Потому что люди пока попридерживают эти деньги, предпочитают копить? Вот российская психология, то есть психология российского человека, она говорит о том, что когда говорят о каких-то кризисах, когда говорят о тяжелых временах, а об этом мы, то есть везде говорят последние 2-3 года, то народ обычно начинает копить деньги. То есть он начинает действительно задумываться, на что он там будет жить в дальнейшем, как он там будет переживать более сложные времена, если вдруг они наступят. Поэтому народ реально начинает как бы сберегать. Как только появляется какой-то оптимизм, как появляется какая-то информация про повышение зарплат, еще что-то. То есть народ начинает активнее брать кредиты. Давненько информации не было. Тратить эти деньги. И более как-то, не то, что безответственно, но более как бы спокойно относится к своим деньгам. Легче их тратит. Легче их тратит. Кстати, да, по поводу этих денег, накоплений, информация по ставкам депозитов, она и тоже сейчас там не самая выгодная, по ставкам депозитов в настоящее время. По рублям, средняя ставка по депозитам сейчас в банках на уровне 7-8% годовых в рублях. Было больше? Естественно, было больше. Если мы говорим, что ключевая ставка Центробанка будет низкая и будет в дальнейшем падать, соответственно, банки как бы страхуются и снижают в том числе ставки по депозитам. То есть ставки по депозитам сейчас на уровне 7-8 в рублях. А если говорить про евро, то я думаю, что вам даже не найти ставку выше, чем полпроцента годовых по евро. То есть по долларам она в районе находится 1-2% по валюте. И, соответственно, стоит предположить, если какая-то контора предлагает большую ставку, то это уже явно мошенничество. Не обязательно это мошенничество, это дополнительные риски. И тут проблема в том, что как эта контора может не до конца осознавать все эти риски, так и она может эти риски не доносить до вас, как до потребителя этих услуг. То есть это все дополнительные риски, которые большинство людей просто не умеют, не в состоянии оценивать из-за своей, так скажем, низкой финансовой грамотности. Еще одна новость из банковской сферы, которая появилась накануне. Хочется, чтобы вы, Константин, тоже ее прокомментировали. Банки могут начать собирать биометрические данные своих клиентов. Речь идет об изображении, то есть фотографии клиента. И обязательно его голос, пример голоса. Преподносится это как благая инициатива. К примеру, клиент сможет получить услуги банка в дистанционном режиме. Где-то он находится в одном населенном пункте, банк в другом, и он связывается через многие километры. В принципе, мы все видим, что информатизация нашего общества, она довольно сильно повышается в последнее время. И эта инициатива, можно ее расценить как довольно-таки положительная. То есть есть определенный резон. Условно говоря, если вы прошли идентификацию в каком-нибудь одном из банков, и эти данные по вашей идентификации хранятся в неком, так скажем, стороннем депозитарии, где там есть ваши биометрические данные, еще другие данные. Соответственно, у вас появляется возможность без посещения каких-то других банков или финансовых структур получать услуги. Условно говоря, вам нужна страховка, вы зашли на сайт, тукнули две кнопочки, вам пришла бумажка, вы ее распечатали со штрих-кодом, и, соответственно, вам даже не нужна никакая страховка, у вас она есть. То есть это, соответственно, может снизить в том числе и сдержки на продажу страховок. То есть это удобно, допустим, для открытия каких-то банковских депозитов. То есть чтобы не ходить, условно говоря, из одной точки города в другую точку города, ставить какие-то очереди. То есть если это на самом деле функция будет реализована, то также вы сможете зайти, условно говоря, на сайт любого банка, открыть депозит, перевести туда деньги электронно и спокойно получать проценты. Но опять же все упирается в то, как эта инициатива будет реализована. То есть это технологически реально сложно. И не пойдут ли эти затраты на клиентов? Я не думаю, что это связано с затратами на клиентов. Тут на самом деле насколько будет обеспечена именно сохранность этих данных, чтобы ими, так скажем, не использовали... Где-то персональные данные? Ну, по большинству, естественно, это персональные данные. То есть не смогут ли этими данными воспользоваться злоумышленники. Я думаю, что, конечно, будут люди, которые будут крайне негативно относиться к этой инициативе. Но, в принципе, мы такую ситуацию наблюдали, к примеру, 10 лет назад, когда, вы помните, внедряли ИНН. То есть индивидуальный номер налогоплательщиков, когда многие категорично говорили, что я по религиозной причине не хочу получать этот ИНН. Писали заявление, отказывались. Ну, как-то вот, как-то, я думаю, что 99,9% россиян, так либо иначе, они этот ИНН все равно имеют и пользуются и получают какую-то некую, так скажем, пользу. А мне накануне подумалось, ну, хорошо, будут изображения человека фиксировать банки, голос его запоминать. Ну, эти метаморфозы по жизни с человеком происходят. Он может пластическую операцию сделать, там, что-то себе подправить нос, губы, или может резко похудеть, или резко набрать вес и так далее. Что в этом-то случае делать? Тут, опять же, все упираться именно в технологичное решение данной задачи. То есть, все зависит, как эта задача будет реализована технически. Ну, раз уж мы заговорили о высоких технологиях, минутка-две до рекламы остается. Хочу, чтобы вы прокомментировали ту программу, о которой стало известно буквально в конце июля. Называется программа, государственная программа цифровая экономика Российской Федерации. Там грандиозные планы к 2025 году строятся. Это и высокотехнологическое производство, и роботизация производства, всеобщий доступ в интернет и общение с государством и с другими структурами посредством интернета. Люди станут вообще у нас вот менее чем через 10 лет в стране такими свободными художниками. Можно будет заниматься всем тем угодно. Все будет хорошо. Все будут за нас делать машины. Честно говоря, сомневаюсь. Есть скепсис, да? Очень сильно сомневаюсь, потому что по автоматизации, особенно производства, мы находимся на последних местах. То есть вот такая есть статистика. В мире? В мире. То есть есть такая определенная статистика, что на 10 тысяч рабочих мест в промышленности в России 2-3 автоматизированных рабочих места. В Китае 50, а в Корее их 500. В какой? В плохую или хорошую? В хорошую. Я не знаю, какая для вас. Хорошая, а какая плохая? Это я ИСКВ на шутку подхватил. Хорошая или плохая Корея? То есть мы в разы, реально в разы отстаем именно по информационным технологиям, то есть по роботизированным системам, по автоматизированным системам. И тут нам еще не одно десятилетие придется с этой проблемой как бы бороться. Тем более с каждым годом вот это отставание, оно все более и более увеличивается. Если хотите, я, пожалуйста, с вами соглашусь, потому что это не первая история, когда у нас в стране из ничего пытаются сделать конфетку. Опять же, это, в общем-то, не заканчивается. Еще бы не хотелось бы, чтобы, допустим, вот эти большие планы по автоматизации, информатизации ложились все же на плечи налогоплательщиков. Потому что, насколько я знаю, к примеру, есть система по обеспечению интернетом далеких сел и деревень, в том числе и в Кировской области. И, к сожалению, за проведение интернета в эти сел и деревни платим мы через... То есть есть зафиксированный тариф в сотовой связи. Он как раз идет конкретно, так скажем, на финансирование появления какого-то интернета в далеких деревнях. И получается, мы, как платильщики, условно говоря, обонплаты в сотовой связи, оплачиваем такую... Развитие дальнейших, появление новых вышек, появление новых станций. Да, дальнейшее, условно говоря, повышение информатизации как потребитель. В общем, не все так однозначно, говорит Константин Кропенев, исполнительный директор Ажио Финанс. Сейчас у нас небольшая реклама, мы скоро продолжим нашу беседу. Особое мнение на 101FM Продолжается особое мнение Константина Кропенева, исполнительного директора компании Ажио Финанс. Меня зовут Владимир Сметанин. Еще раз добрый день. Мы продолжаем нашу беседу. Хотелось вернуться к жизнедеятельности кировского бизнеса. Тут примечательное событие было позавчера. В Киров привезли руководителя федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александра Бревермана. Был презентован, собственно, опыт данной корпорации. Были презентованы инвестпроекты кировских предпринимателей. Была приведена статистика о том, что многие миллионы рублей получают наши предприниматели. Все хорошо. Бреверман сказал, что в Кировской области самые позитивные отношения к малому бизнесу. Это и не первая, и не последняя поездка в Киров. А временно исполняющие обязанности нашего региона Игорь Васильев отметил следующее. Мы активно движемся к цели стать территорией опережающего социального и экономического развития. Я все это прочитал. Подумал, ну, как замечательно, хорошо встретились. Полный позитив. Потом прочитал комментарии Константина Кропенева в Фейсбуке. Собрали 200 здоровых мужиков в здании правительства и показали, какие кнопки на сайте нажимать, чтобы стать успешным предпринимателем. И тут у меня все немножко как-то вот опустилось. Это имеется в виду сайт бизнес-навигатор, да? Да, бизнес-навигатор. Вы присутствовали? Давайте вашу оценку. Я присутствовал на одном из мероприятий. И, в принципе, остался недоволен как организацией самого мероприятия, так и информацию, которую я получил на данном мероприятии. То есть, во-первых, насколько я понимаю, это мероприятие должно было бы быть заточено под представителей малого и среднего бизнеса. А на самом деле? Но я их там практически не увидел. То есть их там практически не было. То есть были представители банков, были чиновники, были девочки в белых брусках и были люди, которых просто... Сори, для чего были девочки в белых брусках? Я не знаю, для чего они были. Служивающие какие-то. То есть их было очень много. И были просто люди, которых присутствовали там посидеть для массовки. То есть это я слышал как бы реально. Но это как бы мало полбеды. То есть все вроде бы начиналось как бы хорошо. Но, условно говоря, вместо какой-то интересной презентации, то есть в течение двух часов, так скажем, довольно пафосно, там за трибуной сидел господин Васильев, Куземская, представители корпорации. Они, по большому счету, произвели нам презентацию, какие кнопочки нужно нажимать на их сайте бизнес-навигатор, чтобы стать успешным предпринимателем. То есть вот чтобы получить эту информацию... Там можно сразу и бизнес-план какой-то, да, примерно? Ну да, якобы. То есть можно сделать какой-то простейший бизнес-план. Я попробовал этот бизнес-план сделать. Узнать окупаемость проекта. Да, то есть в принципе там есть неплохие как бы идеи. Но, во-первых, на этот проект уже затрачено 800 миллионов рублей. То есть это еще только, так скажем, начальная сумма. То есть Раверман сам признает, что проект недоработан, но он как бы реально недоработан. Я думаю, что там еще не меньшую сумму потратят. В то же время посещаемость данного проекта по ценам этого же АНФ порядка 100 тысяч посетителей. А реальных... За какой период? Практически за два года. За два года? За два года. То есть, соответственно, тех людей, которые воспользовались реально вот теми сервисами, которые представлены на этом портале, их десятки либо сотни. То есть их как бы минимум. То есть минимум. И, соответственно, и сама вот эта концепция, так скажем, создания единого сервиса, с помощью которого можно проанализировать развитие бизнеса, составить бизнес-план, получить какой-то кредит. Она вроде бы как бы так выглядит красиво. Она выглядит красиво, но она вызывает очень много вопросов. То есть я очень сильно сомневаюсь, что какой-то банк начнет выдавать кредиты вот по таким бизнес-планам, которые сформированы в течение, так скажем, одной-двух минут, условно говоря, неким роботом с непонятным алгоритмом. Можно так поставить вопрос? Вы, в принципе, против такого ресурса? Или пусть он будет, ну, как-то вот в веком другом формате? Понимаете, он имеет право на жизнь. Ну, я, так как, понимаете, то есть я все же немножко как бы рыночник. То есть любую качественную услугу надо платить деньги. А раз этот сайт бесплатный, соответственно, то есть я думаю, что они, в принципе, не смогут предоставить какие-то качественные услуги. То есть там заявление сделано хорошее, что действительно под эти бизнес-планы можно будет получить какие-то кредиты. Но я вот, честно говоря, не знаю ни одного такого случая, чтобы вот именно под этот бизнес. То есть она у них не доделана. Просто-напросто эта идея не доделана. То есть, ну, даже не в этом дело, просто если они хотели это презентовать, то есть это надо было делать совершенно в другом формате. Надо было идти к бизнесу и показывать этот бизнес на каких-то других формах, где действительно собираются предприниматели, то есть где они тусуются, где они общаются, и показывать возможности этого сервиса. То есть для этого есть достаточно много других, так скажем, источников, чтобы провести какую-то презентацию. Отнимать время там, ну, у меня там, у руководителей области там, я не знаю, насколько это правильно. А может, ну, его вообще, Константин, нафиг, вот подобные форматы, любые форматы какого-то вот ресурсы, может быть, обучение какое-то убрать, пусть настоящий бизнесмен, он и рождается только тогда, когда пройдет и огонь, и воду, и медные трубы, и вообще наплюхается, и шишек себе набьет, и вообще каждый путь уникален. Тут, понимаете, сколько людей, столько и мнений. То есть, ну, тут, и опять же, тут есть какие-то положительные практики, что действительно, что какие-то там, так скажем, центры поддержки бизнеса, они действительно какую-то помощь, хотя бы какой-то бизнес оказывают бизнесу, но, опять же, очень много какой-то профанации. Какова, на ваш взгляд, первостепенная помощь бизнесу начинающим предпринимателям? Многие считают, что это обучение. Дайте нам вот научите, и все, отойдите. Ну, видите, опять же, обучение, оно тоже может быть разное. То есть, бывает качественное обучение, а бывает обучение для галочки. Ну, у нас, Кир, в области, на ваш взгляд, фонд областной есть, фонд городской есть. Я не учился, мне тяжело оценить. Нет, ну, мало ли, по откликам коллег, друзей и так далее. Или все-таки трудно как-то давать оценку? Я не готов тут давать оценку, так скажем, всем обучающим программам, которые проходят предприниматели. Но какие-то мероприятия действительно для поддержки бизнеса, они, в принципе, нужны, они полезны. Но, по крайней мере, не в таком формате. Потому что то, что было, как бы, вот на этой неделе в администрации области, это было событие ради события. То есть, оно никакой смысловой нагрузки не несло. То есть, условно говоря, была поставлена, как бы, задача провести какое-то мероприятие, собрать каких-то людей непонятных, чтобы они там посидели, дать какую-то информацию, которую можно было дать через другие, так скажем, средства коммуникаций. Не знаю. То есть, по крайней мере, формат таких мероприятий, их надо менять. То есть, условно говоря, те люди, которые проводят такие мероприятия, они немножко должны повернуться к бизнесу лицом, как бы. То есть, проводить эти мероприятия, в первую очередь, не для представителей областного администрации, а именно для представителей бизнеса. На ваш взгляд, бизнес, вот так, в общем, если брать его, бизнес в нашем регионе, в настоящее, непростое, с экономической точки, да и с других многих точек зрения, время в чем нуждается? Вот один, два, три пункта, прямо вот шагов, что бы вы могли порекомендовать городской областной власти? Но, к сожалению, получается так, что... Что мы здесь, на нашем уровне. А, ну, то есть, в этом основная проблема, что на местном уровне мы сделать можем гораздо... То есть, сделать очень мало. Но тут единственное, что это действительно какая-то прозрачность, и это какие-то рыночные подходы к принятию каких-то решений. Что, действительно, если есть какие-то объекты к продаже, там, земельные, там, объекты недвижимости, чтобы эта продажа все же шла в прозрачном, рыночном и правовом поле. Потому что там тоже, как бы, рассказывают очень разные истории про все эти аукционы, как там специально загибают... Лесные в том числе? Ну, я не знаю про лесные, но, по крайней мере, про аукционы связаны с продажей недвижимости и земельных участок, когда специально обученные люди, которые, так скажем, похожи, имеют в том числе и отношение к администрации, то ли загибают цены, то ли... Ну, условно говоря, там, не знаю, то есть тут на местном уровне действительно, как бы, сделать можно немного, но вот что я вижу, это вот какой-то единый-единый подход ко всему бизнесу, понятный. Время лететь, и до конца нашей беседы остается буквально 4 минуты, и хочется перейти уже к теме школы, нового учебного года. Хочется поздравить с наступающим новым учебным годом всех нас. Бизнес и школа совместимы, Константин? В каком формате? Ну, между школой и... Обучать ли нужно в школе бизнесу основам каким-то экономических знаний? Это, в принципе, сейчас делается, но, может быть, стоит расширить эти границы? Насколько я знаю, допустим, сейчас собираются с следующего года вводить в школах, ну, в таком пробном варианте, какие-то обучающие программы по повышению финансовой грамотности. Конечно, надо всему, как бы, учить, но... Но они есть, они несколько лет уже существуют. Ну, по большому счету, бизнес, предприниматели, это действительно особый склад, как бы, людей, которые хотят что-то, как бы, делать, которые хотят делать это сами, которые готовы нести риск и готовы отвечать за свои действия, за свои поступки. И вот в школе-то этому научить, ну, не знаю, может, можно, может, нельзя, может, это больше какой-то спор, там, так скажем, может, такие так, навыки лидерства дать. Ну, дать информацию, предоставить, вот, перед глаза положить можно. Другой вопрос, да, научить пользоваться этим. Но тут должно быть понимание, что, условно говоря, что если ты занимаешься бизнесом, что представители бизнеса – это уважаемые люди, и что ты, действительно, занимаясь бизнесом, можешь себе, как бы, заработать. А получается так, что у школьников к 10-му, к 11-му классу создается такое представление, что в бизнесе, честно, денег заработать нельзя. И, соответственно, большинство, так скажем, амбициозных людей, хорошо обученных, они идут либо на госслужбу, либо в какие-нибудь там правоохранительные органы. То есть они идут, условно говоря, на государевую службу. То есть они не готовы при нынешнем нашем, так скажем, окружении заниматься бизнесом. Потому что, с одной стороны, еще не факт, что заработаешь много денег, но шишек можно получить очень много. Пару минут до конца. Сейчас короткий вопрос и не очень продолжительный ответ, потому что время не позволяет. Переносить, не переносить учебный год на 1 октября? Ну, конечно, нет. Потому что, я так понимаю, что так либо иначе зимой все равно очень часто бывают какие-то длительные, продолжительные каникулы по причине мороза. И программа настолько как бы загружена, что ученики, они просто не справляются. Просто не справляются с программой. Областные власти приняли решение двигаться в сторону решения кадровой проблемы с помощью введения правительственных стипендий. Порядка 400 студентов в новом учебном году, вузов и СУЗов, будут получать специальную правительственную стипендию после того, как заключат многостороннее соглашение и отработают три года с тем работодателем, с которым, собственно, это соглашение подписали. Как идея? Идея, в принципе, нормальная, но, опять же, почему-то должно делать за государственный счет, а не за счет каких-то коммерческих организаций. А там ставятся условия, если он откажется работать, он должен будет вернуть деньги? Ну, к сожалению, я вчера вот как раз разговаривал на эту тему там, и вот, к сожалению, там очень часто случаи, что, да, действительно, люди учатся по такой программе, приходят в эту же, допустим, школу, но тот уровень, который им там школа обеспечивает, они, как бы, их не устраивает. То есть молодому учителю не дают свой класс, ему не дают достойную зарплату, ему, как бы, дают неудобный график занятий, как бы, и просто они вынуждены, эти учителя... То есть заводят он там? Да, по большому счету это, как бы, проблему не решит, и по большому счету эти маленькие суммы, они могут повлиять только, ну, что тут говорить, так скажем, на малообеспеченный, так скажем, контингент. Ну, я согласен, что их надо тоже, как бы, поддерживать, и программа, в принципе, неплохая, и, возможно, кого-то это простимулирует, но эту проблему никак не решит, как бы. Должен быть рыночный спрос, рыночное предложение, как бы, словно говоря, достойные зарплаты. Еще один момент, еще один момент, несколько секунд, чтобы прокомментировать. Астрономия возвращается в школу, будет экзамен устный по русскому языку, чтобы перейти в 10 класс. Обязательные экзамены по истории, иностранному у нас тоже будут. Вот такие новшества. Ну, честно говоря, я к этому отношусь абсолютно нейтрально, потому что получается тут, как в басне, то есть, словно говоря, как не садись. А вы, друзья, как между собой не садитесь, музыке может не получиться. Музыке может не получиться, и получается так, что, к сожалению, в нашей стране качественное образование не гарантирует дальнейшей качественной жизни. Это большая отдельная проблема. То есть, отдельная большая проблема, то есть, возможно, то есть, надо вводить шахматы, может быть, робототехнику. Но, опять же, тут возникает проблема, если мы вводим дополнительные предметы, то, соответственно, какие-то другие предметы надо забирать. То есть, это будет в ущерб другим предметам. Во-вторых, тут, опять же, кто-то будет преподавать, где найти преподавателей. И, третье, ресурсы, где найти ресурсы, чтобы купить, условно говоря, оборудовать качественные кабинеты для занятия астрономией, для занятия робототехникой, для занятия шахматами. Время, к сожалению, истекает. Да, если кто сейчас задается вопросом, а что это Константин так рассуждает о школе по образованию, отец, папа, Константин Кропанев, исполнительный директор ажио-финансов. Спасибо, Константин, всего доброго. До свидания. Особое мнение на 101FM